Сегодня я покажу вам рецепт приготовления курицы с картофелем в сковороде. Никаких особых изысков от этого рецепта не ждите, он будет достаточно простой, быстрый и при этом бюджетный. Я считаю, что вы с легкостью можете его использовать в качестве повседневного ужина, когда не очень хочется готовить что-то сложное. Ну а перед началом просмотра проверьте подписаны ли вы на мой канал и если нет, то обязательно подпишитесь. У меня много простых и очень вкусных рецептов. Приветствую вас, друзья мои! С вами Серега, вы смотрите Несложную кулинарию. Сегодня, как я уже сказал ранее, мы будем готовить с вами простое блюдо, которое состоит из курицы и картофеля. Готовить мы его будем в сковороде, но сразу в самом начале рецепта я бы хотел оговориться. Если вы хотите приготовить его действительно быстро, так как буду готовить его я, то вам понадобится одновременно две сковороды. В остальном никаких сложностей быть не должно. Давайте перейдем к ингредиентам. Сегодня нам потребуется 1 кг куриных голеней, 1 кг картофеля среднего размера, 200 мл кипяченой воды, 1 головка репчатого лука, 2 чайные ложки томатной пасты, соль, перец, как всегда по вкусу. А также 1 столовая ложка хмели-сунели, 1 чайная ложка сумаха и 1 столовая ложка копченой паприки. Еще нам понадобится небольшой пучок петрушки и немного растительного масла для обжарки курицы. Как вы, наверное, обратили внимание, ингредиенты у нас сегодня достаточно простые. Кстати, специи, если вам что-то не нравится в предложенном мной варианте, вы можете взять на свой вкус. Ну, а я предлагаю начинать, как обычно, я начинаю с мясной составляющей. В данном случае это курица. Подготовка курицы на самом деле достаточно простая. Берем куриные голени, снимаем с них кожу. Ничего сложного в этом нет. Я снимаю ее прямо руками без помощи каких-либо подручных средств. Если у вас это вызывает проблемы, то рекомендую воспользоваться ножом. В данном блюде вместо голени можно использовать бедра. А если, кстати, вы хотите еще немного сэкономить, то можете купить куриную тушку целиком. Разделать ее на составные части и использовать здесь. А сегодня я же решил, что буду готовить его исключительно с куриными голенями. Складываем голени в глубокую емкость. Добавляем соль, свежемолотый перец и томатную пасту. Равномерно распределяем специи вместе с томатной пастой по поверхности голени и оставляем их немного промариноваться. Пока курица маринуется, подготовим картофель. С ним все на самом деле предельно просто. Первое, что необходимо сделать, это почистить его. Если вы используете молодой картофель, то этот шаг можно пропустить. Далее разрезаем картофель на две части. Если вам не удалось найти картофель среднего размера и клубни вашего картофеля больше моих, то смело разрезайте их на четыре части. Ну а теперь, после небольших подготовительных мероприятий, берем две сковороды и переходим к плите. Обе сковороды ставим на огонь ниже среднего. На одну из них выкладываем картофель. Присаливаем его. И заливаем двустами миллилитрами воды. Закрываем сковороду крышкой и тушим ее содержимое до полного испарения воды. На это потребуется около 30 минут. На второй сковороде разогреваем немного растительного масла и тушим в ней курицу под крышкой до полной готовности. Для ее приготовления вам потребуется около 35 минут. Периодически курицу необходимо переворачивать, чтобы она равномерно прогревалась. Пока курица с картофелем готовится на плите, у нас есть достаточно времени, чтобы приготовить лук. А готовить его сегодня мы будем не совсем обычно. Мы замаринуем его с пряностями и петрушкой, чтобы он получился пикантный и очень классный. Первым делом лук необходимо очистить. Я использую белый салатный лук, но это не принципиально. Нарезаем его кружками. Получившиеся кружки перекладываем в глубокую миску и разделяем на кольца. Добавляем соль, свежемолотый перец, хмели-сунели, сумах. Мелко нарезаем петрушку и добавляем ее к луку и специям. Перемешиваем содержимое миски и оставляем мариноваться. Пусть вас не смущает то, что лук будет немного суховат. Через пару минут соль вытянет из него луковый сок и специи раскроются в нем. Таким образом, у нас получится пряный маринованный лук в собственном соку. Когда в сковороде с картофелем вся влага испарится, открываем крышку. Добавляем копченую паприку и растительное масло. Обжариваем картофель, пока он не подрумянится. Буквально через несколько минут у вас должен получиться результат, очень похожий на то, что вы сейчас видите. К этому времени курица должна быть полностью готова. Снимаем ее с огня. Следом за курицей снимаем с огня картофель. Приготовление закончено, на него мне потребовалось около 40 минут. Но, как я уже говорил в самом начале рецепта, это при условии того, что я использовал сразу две сковороды. Если вы будете готовить данное блюдо в одной, то вам придется, скорее всего, делать это по очереди, а это существенно удлинит временные рамки приготовления картошки с курицей в сковороде. Но, как бы то ни было, давайте перейдем к сервировке. Выкладываем на тарелку картофель. Добавляем немного пряного маринованного лука. Сверху выкладываем кусочек курицы. А теперь давайте пробовать. Я начну с курицы. у меня получилось хорошо приготовленная нежная курица с приятными томатными нотками а теперь я бы хотел попробовать картофель с маринованным луком картофель с копченой паприкой это конечно очень вкусно но вот лук пряный пикантный лук он задает тон мне кажется всему блюду давайте подведем итог в итоге у нас получается простое бюджетное и быстрое в приготовлении блюда на приготовление которого у вас не уйдет больше 40 максимум 50 минут и при этом вы сможете приготовить полноценный ужин на всю семью картофель получается очень приятный с копченой паприкой обжаренный с небольшим количеством растительного масла он прям очень вкусный а вот на лук я бы хотел обратить особое внимание он получается действительно вкусный очень приятный пикантно пряный и задает тон всему блюду подведем итог у нас получается вкусное достаточно простое приготовление блюда несомненным плюсом которого является то что вы можете приготовить полноценный ужин на всю семью потратив на него не более 40 ну максимум 50 минут как всегда отмечу что она еще и достаточно бюджетная по самому блюду вывод только один это хорошее питательное вкусное блюдо но без особых изысков если вы соберетесь повторить его то обязательно приготовьте маринованный лук потому что с ним курица и картошка становится вкуснее и все блюдо интереснее в целом если бы лука в нем не было то скорее всего данное блюдо показалось ну по крайней мере лично мне простоватым как всегда по традиции внизу под этим видео будут перечислены все граммовки использованы в данном блюде ингредиентов там же будет ссылочка на мой инстаграм а мне на этом все подписывайтесь на мой канал не проходите мимо нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски ставьте лайки если вам понравился данный рецепт если вы хотите помочь в развитии моему каналу то внизу есть кнопочка поделиться поделитесь этим видео со своими друзьями до скорых встреч и приятного всем аппетита